Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня в эфире с вами работает Никита Старицын и Дарья Царонок. Друзья, доброе утро всем! Здравствуйте! 8 февраля на календаре, четверг. Мы сегодня такие солнечные с Никитой, оделись даже не сговариваясь. Хотим подарить вам настроение такое же солнечное, тёплое, как этот цвет. Давайте! Уже солнце весеннее уже практически. Попахивает, да? Уже очень просто хочется всем этого весеннего настроения, поэтому мы сегодня постараемся вам его подарить. Праздники у нас сегодня серьезные, ну и как всегда есть и шуточные. Давайте начнем с серьезного, но очень замечательного праздника. День российской науки отмечается в нашей стране 8 февраля. Был он утвержден указом президента России Бориса Николаевича Ельцина 7 июня 1999 года. Праздник впервые стал отмечаться во время празднования 275-летия Российской Академии Наук в 1999 году. Вот такой вот факт о празднике. Как известно, наука является основной движущей силой прогресса, важнейшим ресурсом развития национальной экономики, медицины, образования и социальной сферы. Поэтому от достижений ученых напрямую зависит не только экономический рост и создание новых высокопроизводительных рабочих мест, но и качество жизни миллионов людей. С праздником, дорогие наши ученые! Спасибо вам за ваши знания, за ваше внедрение. Да, и вот такой анекдот в тему. Папа, а что такое число Пи? Сценок это из математики что-то, это такое число, чтобы длину круга вычислять. А ты откуда это узнал-то? Да стишок вот, и днем, и ночью, кот ученый, все ходит поц и Пи кругом. Примерно так. День военного топографа отмечается в России, тоже серьезный такой праздник. Именно 8 февраля в 1812 году по указу царя было утверждено положение для военного топографического дела. В наши дни это ведомство называется военно-топографическим управлением Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Всех причастных поздравляем с праздником. А также сегодня Российский День Риэлтора. Профессиональный праздник среди тех, кто знает все, абсолютно все о недвижимости. С праздником, с праздником, риэлторы. Московская Ассоциация Риэлторов еще в 1994 году выступила инициатором создания профессионального праздника День Риэлтора. Со временем к идее Мар присоединилась не только московские профессионалы, но и все риэлторы Российской Федерации. А в середине 2000-х уже и Российская гильдия риэлторов пришла к идее отмечать профессиональный праздник. Мы сегодня еще вернемся к этой теме. Обязательно поговорим с нашей гостьей в студии, поэтому не переключайтесь. Необычный праздник сегодня – День подбрасывания монетки. В каком случае в жизни мы вообще подбрасываем монетку? Наверное, когда не можем принять решение. Обычно я так делаю. У меня, знаете, есть такая монетка, по-моему, где-то в Сочи я ее купила. На одной стороне – да, на другой – нет. Ну, продаются такие, да. И ты когда вот прям совсем никак не можешь решить, либо наоборот в каких-то таких шуточных ситуациях, подбрасываешь и определяешь – орел или решка. Ну, мне, знаешь, нравится, не помню, в каком фильме было, была монетка у парня, и он всегда ее подбрасывал, принимал решение. Но на этой монетке с обеих сторон была одинаковая гравировка. То есть и там было, да, и так было. А смысл? А смысл в том, что он сам всегда принимал решение. Тогда орел. Молодец. Только не в карман. Не мешай с другими монетами свое счастье. Ну да, здесь есть над чем задуматься. Так что, если вдруг сегодня с утра вы проснулись и не знаете, как принять решение, там, по вашему вопросу, который беспокоит, подкидывайте монетку. Сегодня вот такой праздник, и она вам поможет. В народном календаре сегодня Федор Поминальник. Факт о празднике. В этот день молились святому Феодору об избавлении от боли в груди и желудке. Про Федора Студита также говорили. Федор студит, землю студит. А еще считалось, каков этот день, такова и весна будет. Внимание! Восьмого февраля желательно было покормить птиц. Да, я от себя хочу сказать, их всю зиму желательно бы кормить. Особенно синиц. Со словами Себе клюйте, мне деньгами плюйте. Ух ты! Представляете? Идем кормить синиц и говорим Себе клюйте, мне деньгами плюньте. Ну что, переходим к прессонам дня. С огромным удовольствием. 8 февраля 1828 года появился на свет французский писатель, классик приключенческой литературы Жюль Верн. В 1834 году в России родился русский ученый, открывший периодически закон химических элементов, педагог Дмитрий Иванович Менделеев. Его таблицу мы изучаем в школе на уроке химии до сих пор. Да, а из современников сегодня именинница, известная российская актриса театра и кино, народная артистка Ирина Муравьева. Ты равно счастливый стал, даже если бить тебя. Его выдержки и силе воли могут позавидовать многие. Российский фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Роман Костомаров сегодня отмечает также свой день рождения. По традиции, привет именинники! Пусть говорят, что день рождения праздник детства, но нет. И взрослому человеку приятно отметить этот праздник, приятно получить поздравления, приятно получить подарки, комплименты и ваши улыбки. Поэтому отмечайте, радуйтесь, принимайте сегодня поздравления. Да, если вы уже немного взрослые, то все равно радуйтесь, по-детски будьте счастливы, любимы, родными и близкими людьми. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Победитель филиала Союза риэлторов «Полезные люди» Наталья Абрамова. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада вас видеть. Светлана и я вот знакомлюсь впервые. А с Натальей мы знакомы. Она победительница, я хочу вам рассказать, конкурса нашего ангарского «Мисс и миссис бизнес» Ангарска-Иркутская область даже. Да, и вы там увиделись. Я вас еще раз поздравляю с победой. Уверена, что в Ангарске теперь еще больше народа знает о вас. Достойная победа. И я, правда, очень рада. Спасибо. 8 февраля. У нас российский день риэлтора. Ну, Светлана, давайте раз микрофон у вас. Первый вопрос к вам. Какова вообще ноша риэлтора? Тяжело ее нести? Нет, не тяжело, достаточно очень интересно. У нас открыт отдел новостроек, мы сейчас развиваем его. И мы ездим, путешествуем по всей России, знакомимся с застройщиками. И можем предложить жителям нашего города приехать в любую точку России. И мы вам в этом поможем. Мы работаем абсолютно со всей нашей страной. Полностью сопровождаем сделки. Так что все будет полностью безопасно. У вас под руководством не агентство недвижимости, а союз риэлторов. Вот в чем же разница? Да, мы немножко отличаемся от обычного агентства недвижимости тем, что у нас есть каворкинг-пространство для риэлторов и обучающие отделы. То есть нам могут прийти ребята-новички, или может быть с небольшим опытом, обучиться профессии, получить удостоверение и перейти в отдел каворкинга, где ребята уже работают самостоятельно, как самозанятые. Вот, собственно, мы являемся партнерами для них, а они для нас. Мы выстраиваем такой союз профессионального сообщества. То есть такой более современный формат работы, да? И как мы себе это представляем в агентствах недвижимости? Да, то есть каждый риэлтор для нас – это наш партнер, коллега, и, соответственно, мы делимся опытом между собой. Каждый друг другу помогает. Само название очень интересное. «Полезные люди». Расскажите. «Полезные люди», ну, скажем так, мы несем пользу людям тем, что максимально комфортно проводим сделки с недвижимостью, потому что сделка для клиента – это на самом деле такой стресс. Очень. Это стрессовая ситуация, и риэлтор, он, по сути, еще и психологом выступает. То есть наша задача – максимально комфортно довести клиента до результата, чтобы он был доволен, естественно, ну, и счастлив в новом своем объекте недвижимости. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли. Еще раз, конечно, хочется поздравить вас с праздником. Благодарных вам клиентов и побольше. Расширяйте свои возможности, новых целей, и, конечно, чтобы вы их добивались. С праздником. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. На новых гостей. Если честно, тема недвижимости очень такая щепетильная. Абсолютно с тобой полностью согласен. И в этих вопросах важно обращаться, конечно, к специалистам. А как считают наши телезрители, мы узнаем прямо сейчас. Давайте посмотрим вместе рубрику «Опрос дня». А вам когда-нибудь в жизни доводилось сталкиваться с работой риэлторов? Нет. А вот как вы считаете, вообще нужна ли эта профессия и значима для людей? Ну, я думаю, конечно, потому что оценивать правильно недвижимость, какая она, квартиры. Ну, думаю, конечно, люди пользуются этим всем. Спасибо огромное. Хорошо вам дня. Ангарчане считают, что риэлторы – нужная профессия. Давайте узнаем у мужчины. Мужчина, извините, секундочку, пожалуйста. Да, у нас опрос, Ангарчан. Да, давай без лица. Хорошо, как вам удобно. А вам когда-нибудь доводилось встречаться с риэлторами? Мне нет, но знакомые бывало. А вот как вы считаете, это нужная вообще профессия? Да, ну, по-любому, наверное, да. Ну, а чем они помогают именно? Нет, ну, есть хорошие же люди, риэлторы. По-любому помогают людям, где лучше и что взять, как, что, кого. Спасибо огромное, хорошего дня. Всего доброго. До свидания. Риэлторы – хорошие люди. У тебя доводилось сталкиваться с работой риэлторов? Нет, не покупал, не продавал квартиру, ничего не могу ответить. А вот так вообще, как считаете, вот по своему жизненному опыту, может, друзья сталкивались? Вообще нужная ли профессия риэлторы? Помогают ли они? Возможно, что они помогают, но я не сталкивался, поэтому ответьте вам на этот вопрос, сожалению, не могу. Извините. Хорошо, до свидания. А доводилось ли вам в жизни сталкиваться с работой риэлторов? Может, есть какая-то интересная история? Ну, доводилось сталкиваться. А можете так вкратце рассказать, вот как работа с риэлторами проходит? Ну, не знаю, вроде у меня все было хорошо, нормально, то есть без всяких проблем, ну, то есть хорошо сработали, делали. Ну, то есть надо еще знать, какую организацию, куда обращаться. А вам доводилось когда-нибудь сталкиваться с работой риэлторов? И на ваш взгляд, вот, каким должен быть настоящий риэлтор? Нет, не доводилось. А каким должен быть настоящий риэлтор? Не знаю, я с ними не сталкивался. Спасибо огромное, хорошего дня. До свидания. А вам когда-нибудь доводилось сталкиваться с работой риэлторов? А как вы считаете, каким должен быть настоящий риэлтор? Добросовестным, уважительным. Ну, хорошим человеком. Вам когда-нибудь доводилось пользоваться услугами риэлтора? Нет. А вообще, как вы считаете, каким должен быть настоящий риэлтор? Честно. Я тоже не пользовался услугами риэлторов. Услугами телевидения пользовался кто-нибудь? Ну, так коротенький вопрос вообще. Хорошего дня, спасибо. Каким должен быть настоящий риэлтор? Хорошего дня не имею. Вообще не сталкивалась. Да удалось сталкиваться с работой риэлторов. У меня идет ремонт в квартире уже год. Но он практически завершен. Осталось в нескольких комнатах до обустроить мебелью. Так вот, хочется поговорить сегодня. Мы говорили про недвижимость. И неплавно перейти к ремонту. Потому что это такая вещь, на самом деле, трудозатратная. Энергозатратная. Эмоционально затратная. И, конечно, финансово. Но в этом есть большой плюс. Вы сами чувствуете себя в обновленной квартире после ремонта совсем по-другому. Другой воздух. Другая энергия. Ну, какие тренды сейчас в ремонте? Наверное, многие видят и знают. И тоже приложение, да. Есть современное про ремонт. И где вы можете набраться, как это сейчас модно говорить, на смотренности. Вообще, лучше обращаться к дизайнеру. Если у вас есть такая возможность. И он уже поможет вам. Все расставит. Все на стадии, скажем так, изначальной. Все можно будет обсудить. А не по ходу переделывать. Как у многих людей возникают проблемы. Вот сделали, не нравится. Давай переделывать. Но если, как в моем случае, например, я сама себе дизайнер. Я как раз черпаю вдохновение с интернетом. Вот с этой насмотренности. И создаю уют и стиль так, как нравится мне. Не дизайнеру. Вот. И что модно? Модно минимализм. Модно, в принципе, выдержать в одной цветовой гамме всю квартиру. И самое главное правило. Это меньше визуального шума и ярких пятен. Нам этого хватает в жизни, в одежде, на улице, на работе. А дома глаз и ваша психика должна отдыхать. Вы должны так погружаться, умиротворяться. И настраиваться на следующий рабочий день. У меня, например, в оттенках серых. То есть разные оттенки. Серого, холодный, теплый. Немножко там добавлен беж где-то. Кто-то любит, например, теплый розовый брать. Кто-то там бежевый. Я не говорю, что это правильно. Если вы хотите желтую квартиру или желтую комнату, как сегодня мы с Никитой, пожалуйста, ваше право. Но мы говорим, как сейчас актуально в современном мире. Ну и, в принципе, много сейчас идей. Можно даже взять в строительных магазинах, что очень удобно. Раньше пришел, там висят обои. А сейчас заходишь в эти большие торговые центры, магазины, и там уже прямо все нарисовано. Какие шторы, какие обои, какой плинтус сюда подойдет. Поэтому очень много помощников. И ремонт это, кстати, не обязательно очень дорого. Много идей также в интернете, как собственными руками сделать там ту или иную ящичек или композицию. Или можно покрасить старую мебель, что-то там добавить. Главное было бы желание, да? Да, я полностью согласен абсолютно. И вот согласен со словами, что надо обращаться к специалистам, к дизайнеру. И вообще в идеале, чтобы каждое направление делал свой специалист. То есть, допустим, там электрику сначала проект, проектировщик, дизайнер, потом проектировщик. Электрик приходит делать электрику. Сантехник приходит делать сантехнику. И вот так вот все по пунктикам. Но это все, конечно же, попадает в копеечку. И у нас как бывает? У нас делает, допустим, электрик делает и электрику, и сантехнику, и еще там что-то маленько. Ладно в копеечку, еще бы специалисты были специалистами, понимаешь? А не чтобы потом за специалистами И справлять самим Вот здесь тоже я поддерживаю А ты как ремонт делаешь? Сам или все-таки с помощниками? Ну вот когда я жил в Черемхово Я делал там полностью сам А здесь мы уже заехали В отремонтированную квартиру Ну конечно же будем переделать Потому что когда ты сам делаешь для себя Все-таки это классно Где там розетку провести, где удобнее Где там лампочку повесить дополнительную Которая тебе нравится Ну а когда заезжаешь в уже готовую Вот тут я не совсем Конечно это классно, это удобно Но не совсем я согласен Потому что все-таки что-то не нравится Что-то не по-твоему Ну в общем как бы ни было Любите ли вы готовые квартиры С дизайнерским ремонтом Либо вы сами создаете уют Потихонечку, помаленечку Главное чтобы вы были счастливы Мы сегодня вынуждены уже Время-время попрощаться с вами Всего вам самого доброго И позитивного Уюта, тепла Друзья, будьте счастливы До встречи в эфире До свидания Пока Гороскоп на 8 февраля Овен Начало дня будет удачным и благоприятным Не тратьте это время напрасно Используйте его для важных дел Достижения давно поставленных целей Телец Приятный и плодотворный день Он подходит для решения рабочих вопросов В том числе таких, с которыми раньше не удавалось справиться Близнецы Амбициозные представители знака смогут укрепить свои профессиональные позиции И подняться по карьерной лестнице, оставив соперников далеко позади Рак Максимально эффективно используйте начало дня Это время подходит для самых разных дел Главное, чтобы они были вам по-настоящему интересны Лев Спокойный, благоприятный период Он подходит для того, чтобы довести начатое до конца Дело Не спешите Это не самый простой день Но он может сложиться очень удачно Если вы воздержитесь от необдуманных поступков Весы Возможно денежные поступления Финансовая картина в целом благоприятна Можно заключать сделки, покупать вещи, которые вам давно приглянулись Скорпион Непростой день Успехов добиться можно Но действовать придется какими-то новыми, непривычными методами Стрелец Начало дня будет не слишком плодотворным Но приятно Вероятно, хорошие новости, касающиеся близких Возможны перемены в семейной жизни Козирог Благоприятное время для делового общения Результативно пройдут переговоры Перед вами откроются новые горизонты Водолей Вашему начинанию будет дан отличный старт Препятствия проигнорировать не удастся Однако вы с ними быстро справитесь Рыбы Возможны приятные сюрпризы и хорошие новости Не исключены неожиданные визиты К которым вы будете очень рады Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова